Значит, здесь у нас с тобой разбавитель для масляных красок. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, взяла голубильца, взяла синильца. Сделала сметанный, сметанный не кефирный, сметанный замес. Сметанный. И полностью избавилась от белого. Полностью, полностью вот этим голубоватым, синеватым цветом полностью избавилась. Можно в пользу синилки, можно в пользу голубилки, в зависимости от желания. Значит, один из них синит, другой голубит. В левой руке тряпочка, и ты наполнишь веществом картину. Количество вещества нужно такое, чтобы мастихину было что придавить. Не нажимая, просто распределяя, было что придавить. Хорошо? Это будет благородное количество краски. Давай. Голубинками. Темнота моря, которая ниже середины линии горизонта. Темнота моря. Уложишь темноту. Горочки начнешь поднимать деликатно. Не... Не... То есть, заниженный характер должен быть. То есть, пусть они там залягут, нежели чем восторчат. Вот такие, вот такие настроения. Уложишь, уложишь, уложишь. То есть, пусть сначала будут заниженные. Как бы прижмутся к линии горизонта. Накидаешь темноты. Потом прибавишь бирюзовый, бирюзовый, желтый. Чуть-чуть нашвыряешь. Первое проявление цвета. Когда нашвыряешь бирюзовый, возьмешь коричневый, возьмешь красный или розовый, нашвыряешь вот эти цветовые. Вот они, нашвыряешь, нашвыряешь. И тогда уже вот этой темнилой придешь и сюда. Добавляя вот так деликатно. Не борзяся, спокойно наблюдая. И тоже как бы отнизу начинай. Не сначала прочерчивай гору, а потом закрашивай. Да? А как бы отнизу начиная, смотришь, не завысила ли я. Накидаешь. Потом розовое пятно гоним и пойдет, 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 пойдет. Не, 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 не так. Ты же веришь, совсем не так. Значит, возьмешь теперь белильца, розовильца. И начнешь перемалывать, перемалывать на розовый, вот эту центральную часть. Доберешь белильц, доберешь розовильц. Можно краснится вот эти. Они более тепленькие. Но сначала лучше розовый. Вот этот розовый. Распределительно, распределительно, распределительно. И где-то здесь начинаешь останавливаться. Напустишь. Розовый. Перемелишь немножко на розовый. Хорошо? Пусть будут мутны пока края. Пусть будут мутны. Хорошо? Давай. Сделал фигушку, взял белильца, не торопись их разжижать, не торопись. Взял краснельца и навязываю нужную, нужный цвет и нужную тональность, светлую тональность. Розовый цвет. Вот он. Навязываю. Не в той грязи, которую ты навязывал, а вот такой. Чистятину. Навязываю, навязываю. Хорошо? До конца? Нет. Когда навяжешь до примерно вот этого уровня, можешь в две тряпки пользоваться тряпкой. Вытерло. Взяла, усилила центр, а потом из центра вот такими выходами, вот такими выходами, вытирая тряпку в тряпку, создашь идею лучей. Но прежде чем это произойдет, вот этой границы должно не стать. Согласна, да? Да. Вот оно, вот оно, разбитие этой границы. Давай. Забыл, нет? Кому еду? Ну, покажи, как делала пену. О, белая. Сейчас я власть. Дымочек, облачочек. Вот они. Чуть-чуть деликатненько подпустила. Ради эти что сделай. Вот такое, вот такое. Хорошо? Деликатно, много краски не надо. Вот такое. Вторую полосу тоже подпустила. Хорошо? Сделаешь. Теперь. Так, ну здесь немножко не добрала красноты. Больше желтоты. Коричневизны. И все-таки напустить сюда песочность стей. Напустить, напустить. Подбелить, если надо. Подрозовить, если надо. Такой розовый характер песка. Розовый-желтый, как бы. Ты видишь, я кистью пользуюсь пахавно. Не выглаживаю, а пахавничаю. Накидаешь, накидаешь. Возьмешь мастихин. Возьмешь светлости рыжего характера. И чуть-чуть сюда нашвыряешь. Вот эти дальние. Вот так, прям мастихином. Лодочный характер укладки. Лодочный, да? Лодочный. Накидаешь вот эти дальние светлости. И еще светлее накидаешь струю солнца. Возьмешь белильца. Чуть-чуть вот этих красин, совсем чуть-чуть, но в основном белильца. Посадишь здесь еще более яркое пятно света. и заслонишь облачком. Раздавливательно. Смотри, раздавливательно. Да? Не густая краска, но раздавлена. и кажется таким плотным. Значит, вот этим заполняют до конца все вот эти светлые, да? Нет. Там же синий. А, синий. Так-так-так-так. Темноту видим. Возьмем голубой, коричневый. И вдоль низа волны темнота проходит. Подпустишь ее, подштрихуешь. И у волны создашь идею вертикальности. То есть все остальное здесь лежит, волна вертикально поднялась. Ну, пока вот эти задачки. это наполни. Есть такое, да? Да. Вот. То есть это цвет света. Слишком желто. И когда смотрела, помнишь, я еще проговорил розоватый оттенок желтого песка? Розоватый. Правда? И там же у нас черно. Чего ты? На белье. Хорошие облачонники. Вполне симпатичные. Даль уходит хорошо. хорошо. Тоже можно с розовиночкой зайти сюда. Чуть-чуть выстроить ребра этих вершин. По идее, можно кистью. Но кисть в руках новичка не самый выгодный инструмент. Поэтому пока вот такое деликатное. Хорошо? А потом немножко кистью дополним уточнительно. Эта гора повыше. Покажешь ее. Чуть с сиреневинкой, то есть плюс розовый в голубому. Здесь более глубок. Все вместе дает большую заслоненность, темность. То есть светлое, темнее, еще темнее. Так. Была попыточка. Хорошо. Ты видела, как здесь делалось вот это, да? Наблюдал немножко. Для этого возьмем ультрамарин. Сейчас. вот такой светичек синеватый. Не голубой, а синеватый. Может быть, создадим условия. Ультрамаринчик возьмем. Есть пена на свету, есть пена в тени. В тени она сиреневит, синит. Белый цвет в тени в солнечный день, а здесь солнце, очевидно, сиреневит. Вот так, сиреневит. Малая мера вещества раздавлена. Сбреешь и попробуешь. Наоборот, по макушечкам свет блистает и тоже часть этой пены. Здесь уже блистает только макушка толщи воды. Да? Есть такое. Вот она, толща воды уходит туда, в перспективу. Ну, поднятая. вот это загибается. То есть, чуть вот по такой траектории. Чуть по такой. Согласны? Вот. А здесь вот этот просвет воды желтит из-за солнца. Вот такой зелёности. Карамельчное состояние цвета. Есть ощущение, да? Можно плюс чуть белилец. Жёлтый, чуть-чуть белилец. И вот это тоже движение. Вот это. это. Но внизу ты видишь темно. Вот здесь темно. уложила, раздавила красочку и пальчиком чуть-чуть толкаешь в направлении движения волны. Моделируешь через тряпочку, все время макаешь, вытираешь палец. после этого пошла тоже синечка пенное состояние прибоя. Вот оно пенное состояние. Вот оно. характер лодочной укладки. Прикольно. И завершает все линия змейка прибоя вот этого наплыва воды. здесь еще море. Щупай все эти штучки. А ты шпатлевала. Смотри, а там было предписано раздавливать. вот так. Где картинка? Сигона. А, потом. Она как в центре вот эта. Вот она и все сиренки. Я за все не возвращаюсь. Я включу. Плюс ты слишком набахромила на макушке. А там очень конкретный отрез. Похоже как на окна. очень конкретно. Здесь не вижу движений твоих. Нет. Смотри, струнный характер. Струнный. Струнный. Это лежачая плоская. Смотри, и мы сразу выражаем идею лежачей плоскости. Струнным характером укладки. Струнным. Плоскость становится плоскостью. Логично? Да. Там есть какие-то заморочки. Но они как бы в компанию к струнам. Чуть в компанию к струнам. пардон. Ублю. Логично. Согласно, да? Да. Струнный характер дает лежачую плоскость. Вот она лежачая. И этот же светик приходит и сюда. И сразу многое становится понятно. Правда? Угу. То есть это пена белой в тени. То есть тенистый цвет белого. Тенистый. Это пена освещенная солнцем. очень хорошо бы увидеть от тебя красивый я понимаю красивый звучок этого смотри смотри вот кладу смотри нет нет создаю ступени вот он у вас лежит да? Чуть с подъемом чуть с подъемом вот создаю вот эти ступени выдавливаю краску из-под кончика мастителя потом от края запускаем лежачую идею так вдали моря тоже лежачек лодочных по укладке лодочных вот таких вот таких лодочных вот чуть розовее там вдали положишь хорошо именно лежачая плоскость и лодочный характер и оно все выстраивается так можешь чуть светлее подбросить вот сюда вот прямо такую рыхленькость смотри будет эффект песка вот такую рыхленькость вот он песочек вот он Алисек да вот для того что когда это перед передаются идеи глянцевости воды все становится предельно понятно рыхлость песка глянцевость воды правда давай щупай сейчас близко к тексту смотри чуть чуть подбросим вот такую палочки всякие тиночки чуть 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 чтобы оно не было скучным согласна и вроде как побогаче это полетело в космос плоскость перестала лежать чуть чуть лежачий характер накидаем смотри Одна ниже, другая ниже полоса. И показано сразу, что да, заход туда. Причем там яркий заходик. Освещенный. Зря ты прямо в центр воткнула. Стоило бы сюда воткнуть. Под облако. Смотри, смотри. Вот оно там прячется. Лучи не бывают, когда солнце в самом центре. Лучи обычно происходят, когда оно закрыто. Чуть-чуть эти облачки. Смотри. Небольшие резьбы мастихина. Они уже дают некий конструктив. Реберность, скальность. Да? Скалышные чуть-чуть. Ребристые. Здесь все потише, мглисто. Сюда бьет тоже свет. Который ты там чуть-чуть обозначил. Вот он туда тоже бьет. После этих царапочек, почти в тон, того, что ты туда нацарапала, почти в тональность, то есть по степени тонности, я имею в виду, почти в эту же тональность, чуть-чуть дополнишь, не закрашивая все царапки, а чуть-чуть дополнишь укладочкой. Получилось такое ребристое, да? Желтый старайся вот таким зеленым не подкладывать. Там всегда желтому чуть-чуть с красниночкой. Я сейчас уже много красниночки, потому что надо перебить этот противный желтый. То есть желтый не любит быть одиноким, без розовизны. Коричневый синим, чернадцатый дает, да? Да. Оно, да? Дома, здорово. Айфон? Мой. А, еще одинадцатый, посчитаем. Я же ушел. Первыйадцатый, да? А? Да, первыйадцатый. А? Одинадцатый. А у меня было. Девочка. Можно поедать. А, у меня девочка. А, у меня девочка. А? Девочка. А? Что-что? Я добавил туда розовости, я тебе здесь предложил тоже розовости добавить, но ты забыл, потому что не может там быть синий и оранжевый, там может быть фиолетоватый и оранжевый. Не делаем от края до края одинаковую волну, она у нас топ перебита прямо, как ножницы расходятся, гребень. Даю утемнение, чтобы на переднем плане появилось нечто самое темное, потому что так до сих пор они спорили по темности, теперь они уже не спорят, это внятно темнее, потому что только на переднем плане может быть самое темное, толщина воздуха всему дает сизую тональность, невыраженность темного. Спасибо. 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 Смотрите. Так, синечку. Ты себе синеньку так и не выдавил, да? А, это же такая доза смешная. У нас дозы должны быть большими. Смотри, солнце заслонено здесь вот этой поднятой волной и здесь синяя пена, потому что она в тени. Синяя. То есть белый в тени, в солнечный день синий. Вот он. Вот он. Оно, да? По какому курсу делите? Не знаю. А? По какому курсу? Эта девушка попросит. Она не может там... Куда я знаю? Я ж толком не знаю, какой курс. Ты ж владелец. Так ты ж... Чего курс-то? Доллара? Пятьдесят, по-моему. Там мигнул свет, тут мигнул. Тут аж зашелся вот сюда. То есть немножко попал вот на этот... Это место. Несмотря на то, что оно как бы... Оно вышло сюда и опять это ножницы. Несовпадение гребня. Да? Да, похожее. Угу. И яркость. Солнечность. Здесь уже свет достает. То есть сначала была тень, а здесь уже со светиком. И струнный характер этих наплывов. Конечно, вот эту змейку, уползающую вдаль, нужно тренировать. Даром она не дается. Но надо просто создать условия на холсте и тренировать змейку. Тренировать в густую краску. Не в пустую, да? Не в пустую. То есть в густую. Пока. Счастливенько. Приходи. Всего доброго. До свидания. Угу. Угу. Чуть-чуть там какие-то звучики. Чуть-чуть звучики. Угу. 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 Привет, помогите открыть. Там, пожалуйста, отца. что такое там расходятся Ну да, можно так сказать. Да-да-да. В перспективу сужается. Та же змеечка. Создаем идею остатков. Да, 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 кончиком, смотри сюда, кончиком, смотри, давлю чуть-чуть, сдавлю, я понял, я полностью, ну вот так вот, ну, примерно, так, так, а где ж, я ж тебе простыни поставил за дочь, где он? Ты туда-сюда ходишь, а минута раз не доходит.